Первый объект проверки – жилищный комплекс «Булатниковский», что в деревне Жапкино. Одно из грубейших нарушений – проживание людей в бытовках. Правда, руководство стройки объясняет назначение помещения иначе. Как это понять? Это бытовка комнатного отдыха. Какой комната отдыха? Мы что, с карамельной фабрики? Восемь утра. Комната отдыха. Комната отдыха и кровать не должна быть. Вопиющее безобразие. Начинается оно с подъезда к объекту, который отсутствует на обруче. Если будет какая-то распутация, элементарный дождь туда не проедет. Не то, что легковая машина, грузовая машина не проедет. Это жилье с легкостью продается. Плюс отсутствие каких-либо социальных объектов и начало их строительства. Ну и уже, конечно, нарушение миграционного законодательства, оно было налицо. Следующая точка – шестой микрорайон. Строительство детского сада на 120 мест. Срок сдачи по обещанию застройщика – 1 сентября. Но уже сейчас понятно – обещание выполнено не будет. И снова жилые помещения для рабочих, грязь и нарушение правил пожарной безопасности и охраны труда. По данному факту возбуждено дело об административной ответственности и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Как отметил глава ведомства Валентин Николаев, в отношении подрядных организаций, работающих на данных объектах, уже накоплена административная практика. Так, сумма штрафных санкций в отношении генподрядчика ООО «ГКС», работающего на объекте в сельском поселении Булатниково, составляет 400 тысяч рублей. На втором объекте – новый генподрядчик – ЗАО «СК Русстройинвест». Пришедший в апреле этого года уже сумел накопить 200 тысяч штрафов за нарушение основных требований по содержанию стройплощадки. Будем подавать на приостановку деятельности до устранения замечаний. Замечания – это совершенно безобразное содержание стройплощадки. Нарушение технологии, как монтируется второй этаж, пазухи не засыпаны, изоляция фундамента до сих пор не выполнена. И содержание стройплощадки, вы видели, мы засняли это все, мы эти колеса отсутствуют. Складирование материалов совершенно безобразно, не по проекте. Поэтому дорог, как видите, тоже нет. Они когда-то были сделаны, но не поддерживаются. И все при этой разбитии проехать практически не надо. Нарушения должны быть устранены в течение месяца. А подобные рейды под названием «Образцовая стройплощадка» планируется ежеквартально. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.